В Тверской области обнаружили все 10 тел, насколько это точно, но вот сообщают службы, что все 10 тел из разбившегося самолета Евгения Пригожина все обнаружены. Сначала обнаружили только 8 тел, но теперь уже якобы оставшиеся 2 тела, а это наверняка Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин, которых кто-то сначала припрятал, ну возможно, а возможно и нет. Друзья, здесь такая идет космическая игра на выживание в будущем. Я не оговорилась на выживание в будущем Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, что мы еще увидим, эти имена всплывут. Политический хаос сейчас начнется внутри страны. С одной стороны, хорошо, уже Пригожин себе поставил многих на колени перед собой и он командовал парадом. Он был единственной сильной рукой Путина. С другой стороны, возможно, это ослабление как раз позиций Путина. Кто-то здесь играет против Путина. А против Путина может играть только Китай. Больше некому играть. Но ведь странное дело, и Си Цзиньпин куда-то пропал. А куда пропал Си Цзиньпин? Что случилось с ним? А ведь он держался на штыках как раз Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Вы этого не знали? Да. Ведь в Китае собирались еще когда? Еще осенью, да? Прошлое собирались вернуть Си Цзиньпина. И летал Патрушев, и Пригожин летали туда, конечно, с боевыми отрядами. Летали для того, чтобы водрузить на место их собственное знамя или их шефа. Шеф все пропало. Да, они водрузили назад это знамя Си Цзиньпина. Но многие не верят в такое. Здесь, друзья, игры сейчас такие смешные. Вы даже себе представить не можете, насколько мир примитивен в отношении политики. Я сейчас вам прочитаю фамилии тех, кто разбился. Может быть, для вас это будет важно. Кто-то знает этих людей. Итак, Росавиация опубликовала список пассажиров, разбившегося в Тверской области бизнес-жета. Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений, Левшин Алексей, командир. Каримов Рустам, второй пилот. Распопова Кристина, бортпроводник. Разбившийся самолет Евгения Пригожина выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства. Так сообщила Росавиация. Ну, конечно, такие люди, как Пригожин, это самоуверенные люди. А смерть, она так быстро приходит. Аннушка уже так давно разлила масло. И поэтому Евгений Пригожин... Все смертные, все смертные. Но Евгений Пригожин не смертен. Он уже несколько раз возрождался, как птица Феникс. И вы увидите, он может еще раз возродиться. Когда он сегодня погиб, вот это сегодняшний день, да? Он сегодня погиб. И всем будет казаться, что невозможно. Нет, невозможно, чтобы его возобновили. Нет, друзья, птица Феникс возрождается. Пригожин погиб в 2019 году. Его сбили над Африкой. И в это время Рамзан Кадыров вылетел. И почти год искал останки Евгения Пригожина, чтобы под ДНК возобновить и сделать нового Евгения Пригожина. Он восстановил. Он сделал Евгения Пригожина. За что Евгений Пригожин сказал ему спасибо. И пошутил, что это Рамзану Кадырову обошлось в 250 тысяч долларов. Да, возобновление Евгения Пригожина в его теле. То есть создание нового тела. Такие истории, друзья, они настолько простые стали и обывательские, что если вам покажется, что этого не может быть, друзья, ну, здесь уже, как бы, сами думайте. Наша политика, да, донистая такая, кондовая, она это все отрицает. Но не важно, что отрицает политика. Политика – это простые люди. А люди именно простые. Они без больших извилин, чтобы понять, что, да, в 2019 году надо складывать пазлы. Евгения Пригожина разбили уже один раз. Возобновили его тело. А теперь тела-то исчезали. На какое-то время оба тела исчезли. А что стоит у него отрезать какую-то часть? И по этой части через какое-то время снова появится Евгений Пригожин. В 2019 году он у нас что? Евгений Пригожин исчез. В 2020 нашли его останки. Но уже в 2021 или в 2022, да, он уже выскочил, как черт из табакерки перед нами. И поверьте, пройдет еще пару лет, и вы увидите снова Евгения Пригожина. Никто даже не вспомнит о нем. Это будет эффект Мандела. О том, что он разбился, никто не вспомнит. Но если бы не пропадали эти тела, а сразу бы его нашли, я бы вам сказала, да. Даже, ну, не подумала бы эту новость. Хотя и так, и так можно возродить тело, как птицу Феникс, да. Но так как тела, именно два тела пропали, а это были тела Уткина и Пригожина, то на основании этого можно сделать только вывод, что тела забирали кто-то, а потом подкинули обратно на место. Только для того, чтобы сделать клонов заново и заново их возродить. Они бессмертные. А Уткин вы что думаете? Первый раз, что ли? И Уткин так же. Уже пойдем попробую. Наверное, третий раз он так же возобновлялся. И вы видели его копию Кощея Бессмертного. Уж очень он похож на Кощея Бессмертного. Ну, а Пригожин, друзья, Пригожин тоже не... Сегодня родился и не вчера. И самое главное, что он несколько раз рождался, как птица Феникс. Так что человек, да, смертен. И внезапно смертен. Но это не значит, что он не может возродиться заново. А то, что Евгений Пригожин был уверен в своей безопасности, да он просто знает, что если его убьют, то заново его возродят. И не только там, где вот сейчас его забирали и какие-то его ДНК брали, да. А его ДНК давно находится у кого-то в секретных местах, которые наделали этих Пригожинах, между прочим. Но, правда, там, наверное, не клоны, а двойники бегали. Сколько их бегало? Вот сейчас одновременно на войне, друзья. Но человек шесть Пригожин их бегало. Ведь по тюрьмам настоящий Пригожин не ходит. Настоящий Пригожин где-то в другом месте. Да, он боевой, он дерзкий. Но сказать о том, что он смертен, он знает, что он бессмертен. Убьют – возродят, убьют – возродят. Кот есть жизнь его, значит, будет возрожден. Я Таня Карацупа, Сеид Бурхан. Сегодня у нас 23 августа 2023 года. Я говорю вам об этом через несколько часов после смерти Пригожина и Уткина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...